С ручничком, с ручничком, с ручничком прошли этот поворот. В итоге я решил снять новую серию сразу на Xbox 360, потому что все еще много народу на ней играют. Итак, как вы видите, это настроенная по дрифт AE86. И сейчас я вам покажу в гараже, как же я это сделал и как ее нужно настраивать, чтобы она все-таки как-то заносилась и дрифтила. Итак, естественно, идем в тюнинг. Сейчас на примере своего автомобиля я вам покажу, как ее можно построить, чтобы она у нас просто уходила в занос. Правда, хочется сразу сказать такую маленькую ремарку. Во-первых, все-таки Forza Horizon 1 и Xbox 360 это вам не на Xbox One, тут как-то такой дрифт своеобразный. Итак, первое, что нужно нам сделать, идти к таборизованию, заменить двигатель от Toyota Supra 1998 года. После того, как вы это сделали, естественно, вам нужно поставить турбину, которая называется одинарный турбокомпрессор. После этого мы идем уже в двигатель и тут мы ставим все на максимум. Как я говорил, это еще в трансляции, кто ее смотрел. Все, абсолютно все на максимум. А, нет, не абсолютно все. Распредвал нам нужно будет поставить спортивный. Спортивный распредвал и спортивные клапаны. Так, здесь опять же на максимум. Гоночный блок цилиндров тоже на максимум. На максимум. Гоночный турбонагнитатель тоже на максимум. Все остальное вроде у нас идет по максимуму, да. Короче, в двигателе нам нужно поставить все на максимум, кроме распредвала, который нужно поставить спортивный. Это обязательно, из этого никуда. Дальше идем в ходовое управление. В ходовое управление мы ставим все по максимуму. Абсолютно все по максимуму здесь. Никаких исключений. Абсолютно все по максимуму. Также привод. Сцепление по максимуму. Трансмиссия по максимуму. Гоночный карданный вал по максимуму. Дифференциал тоже по максимуму. Исходя из этого, у вас уже должна быть из два категория. И после этого пошли самые важные шаги. Заходим в шины и диски. Здесь у нас состав шин. И как я говорил опять же на трансляции, нужно ставить состав шин для уличных гонок. После этого ваш автомобиль будет заноситься. Если вы поставите другие шины, как вы видите, у вас управляемость, ускорение, торможение, все это увеличивается. И получается, дрифт у вас особого и не получится. Так, в общем, поставили состав шин для уличных гонок. Дальше мы заходим в ширину колес. Передние мы оставляем на стоке, ничего не меняем. Второе мы меняем на... Какой тут у нас радиус получается? Ну, чтобы вам было понятней, на вторые шины меняем мы по ширине. Вот, у нас должна быть уже S2, там где-то 906 или 904 рейтинг. Ну и после этого идем в диски. Диски, естественно, вы можете поставить какие хотите, как я вам говорил. Только не чтобы они сильно портили статистику автомобиля. Я поставил велтрейсинг, вот такие, мне лично они нравятся. Ну и дальше размер колес вы можете поменять, как хотите. Ну, я не стал трогать, мне и так все нравится. По-моему, очень дрифт выглядит, прям GDM-но. Вот. Ну и самое последнее у нас это тюнинг уже самого автомобиля именно в обвесах. Обвес я поставил от HAPD. Все абсолютно обвесы от этой фирмы. Мне показалось, что машина красивее всего так выглядит. Ну что ж, после трансляции у нас образовалась такая маленькая традиция проверять на одной трассе, которая находится близ города. Близ одного города, так сказать. И сейчас мы перенесемся на эту трассу. И я вам покажу, как же все-таки автомобиль дрифтит. Ну и заодно сейчас вам расскажу маленькую настройку, уже именно управление, чтобы вы знали, почему у вас заносится автомобиль, или почему не заносится автомобиль. Сейчас я вам это покажу. А для того, чтобы наш автомобиль заносился, нужно всего лишь нажать кнопку старт, зайти в настройки, сложность, и тут выбрать косметические повреждения. Я выключил, это вам не обязательно делать, я просто выключил, потому что частенько врезаюсь. Самое главное, что нам надо выключить, это антипробуксовочная система. Ее мы выключаем. Управление советую ставить на обычное. Опять же, повторяюсь, многие могут ставить на симуляцию, но это ни к чему, потому что вам будет сложнее просто ловить автомобиль во время дрифта. Я всегда ставлю на обычное. Итак, сохраняем наши настройки и идем, так сказать, на тестовый полигон, где мы будем проверять наши автомобили. Проверять мы будем все автомобили близко от Касталета в городе. Вот куда-нибудь, вот сюда я буду переноситься. И здесь мы будем проверять все наши автомобили. Ну, это в Ford Horizon 2, естественно. Так, ну что ж, посмотрим, как у нас будет дрифтить. Итак, загрузка прошла. Вот он наш АЕ-86. Опять же, про раскраску. Раскраску вы можете какую-то хотите. Ах ты, гребаный Хенеси! Задел меня все-таки. Ладно, так, все. Разголовочка. И погнали, погнали. Машина очень послушная в дрифте, сразу хочу сказать. Поэтому, как вы видите, очень медленно, очень красиво. По-моему, мне кажется, довольно-таки неплохо. Так, тут два автомобиля. Сейчас я потихонечку обгоню. Нет, все-таки чутка задел. А, очки на полэкрана. Так, этот поворот у меня. Немного я не прошел его. Из-за того, что не смог подготовиться к тому. Из-за того, что на полэкрана была надпись. Ну, машина крайне управляемая выходит. Как вы видите, повороты езжают боком просто отлично. Сейчас мы проедем этот поворот. С ручничком, с ручничком, с ручничком прошли этот поворот. Теперь следующий. Следующий тоже с ручником проходим. И самый главный, вот этот поворот. Я тут все время сильно перетаромаживаю. Из-за этого у нас выходит, что недодрив такой. Вот, и в этот поворот я немного не вписываюсь. Но, тем не менее, прохожу с дрифтом. Сейчас пройдем мы этот. Немного вылет с трассы. Чуть не задел автомобиль. Категория машины у нас S2. Поэтому она немного сумасшедшая. Так, тут я слишком сильно занес в себя. Корректировка у нас ручником. И самый главный поворот. И тут меня вынесло. Слишком сильно газанул. Слишком сильно газанул. Но, тем не менее, тем не менее, получилось очень красиво. И мне кажется, наш автомобиль очень даже пригрозен для дрифта. На нем я уже набрал себе кучу очков. Прокачал много навыков благодаря этому автомобилю. Особенно прекрасно он ведет себя на вот таких вот длинных поворотах, как вы видите. Управление довольно-таки прекрасное на нем. Нету никаких сложностей, из-за того, что у нас стоит не симуляция, а обычная. Автомобиль несложно поймать. И, как видите, очки навыков прокачиваются просто бешеные. И теперь пройдем этот поворот. Красивенько. И... все. Припарковались. И на этом, я думаю, мой тест можно закончить. Как вы понимаете уже, вы посмотрели передачу Школа Дрифта в Forze Horizon 2 на Xbox 360. С вами был OnePoint. Если вам понравилась эта передача, то обязательно нажимайте большие пальцы вверх. Мне нравится. И не забывайте комментировать. Это мне поможет дальше развивать эту идею. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. И играйте только в хорошие игры.